Приветствую вас. Морально-этический, так сказать, аспект, никто запрагивать не будет, потому что психологи, слава богу, этим не занимаются. Мы здесь для того, чтобы решить вашу проблему, я здесь для того, чтобы решить вашу проблему, поэтому давайте будем разбираться. Итак, вы замужем, у вас все было хорошо, вы начали общаться с коллегами, общение с коллегами перешло в более интимное русло. Более интимное русло до сексуальных отношений не доросло, но вы играете, по сути, в игру «ты приближаешься, я отдаляюсь, ты отдаляешься, я приближаюсь». Детская игра, в которую играют дети. Ну, догонялка, догонялка называется, можете почитать, вы понимаете, что это такое. Игра эта преимущественно происходит из того, что, а, дети учатся личным границам таким образом, ну, как по многим, много чему через игры, а человек, играющий в такие игры, боится этого самого сближения, потому что с личными границами не все гладко. Это я про вас и коллегу говорю сейчас. Вот. Дальше. Сам факт того, что у вас с коллегами возникло интимное общение, пусть даже и бисексуальных отношений, которые, я так понимаю, не произошли только потому, что недостаточно, ну, недостаточно настойчивы были кто-то из вас. Вот. Либо кто-то перекладывает ответственность за то, что происходит на другого человека, не хочет врать ответ. Вот. Потому что сейчас еще, в принципе, все можно закончить крайне мирно и ничего плохого, в общем-то, не будет, да. То есть, например, об измене как таковой говорить, наверное, будет сейчас нельзя. Там еще, ну, 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 общались, да, ну, общались, ну, более так близко, ну, интимное, интимное что-то там было. Ну, да, ну, странно, измены, измены нет, измены как бы не до что. А вот, если сексуальные отношения произойдут, да, это уже измена, и это все-таки морально-этический аспект затрагивает. Ну, не для меня, не для меня и возможно даже не для вас, а для вашего коллеги, судя по всему, которые то энергии, то нет. Ну, а в этом чуть позже. В первую очередь хочется отметить, что того, что происходит сейчас между вами и коллегой, невозможно, не было бы, если бы вы не испытывали определенных проблем со своим мужем. То есть, если бы у вас с мужем все было бы хорошо, то проблем никаких не было бы. В первую очередь нужно проанализировать ваши отношения с мужем для того, чтобы понять, что же там вас не устраивает. Хоть вы и говорили, что все было прекрасно вроде бы, но тем не менее, извините, дыма без огня не бывает. Коль с коллегой вы сблизились, коль с коллегой у вас началось совсем не дружеское общение, то, в общем-то, очевидно, что с вашим мужем чего-то вам не хватает. Часто, часто не хватает того, что называется на кончиках пальцев. То есть, вот, вроде бы мужчина во всем вас устраивает, вроде бы он хороший муж, хороший партнер, вот, в костеле неплохо. То есть, все как бы это все, но все равно вот не дотягивает, все равно вот как-то вот не чувствует, нет тех эмоций. И ощущение, что и с ним вы не совсем собой являетесь, и он с вами, может быть, тоже, а может быть, является, но вас это не устраивает. Короче говоря, здесь нужно разбираться, а не гадать. Разберемся в том, что вас не устраивает в вашей супружеской жизни, ну, сможем уже найти причину, по крайней мере, того, что происходит сейчас. Потому что, как правило, те проблемы, которые проявляют себя в супружеской жизни, они, все эти самые проблемы, они даются себе знать и в, ну, в других отношениях, в других отношениях тоже. Поэтому это нужно учитывать обязательно при, так сказать, анализе ситуации. Дальше, значит, что происходит с человеком? Человек, с одной стороны, боится с вами сближаться, коллега, я имею в виду, боится с вами сближаться. С другой стороны, сближение он хочет. Возможно, есть элемент манипуляции, когда человек хочет вас себе подчинить. Вполне вероятно, не осознанно. Вот. Потому что, так ему спокойнее. Ему было бы спокойнее, если бы вы подчиняли бы ему. Вот. И, соответственно, подобные качели связаны с его эмоционально неустойчивостью, на которую, возможно, влияет его, так сказать, личная жизнь. Ну, то есть, вот, его, своя собственная жизнь, свои собственные обстоятельства и события какие-то именно в его жизни. Вот. Дальше, вы говорите, как выйти из этой ситуации с позитивом? Ну, здесь вообще очень важно понимать, чего вы хотите. То есть, я вот, честно говоря, не понял, чего вы хотите. Ведь, понимаете, наличие, по сути, любовника, означает, как я уже сказал, что с мужем у вас не все гладко. Если у вас не все гладко с мужем, то тут два варианта. Или вы пытаетесь гармонизировать отношения с мужем и что-то менять в них. Либо вы понимаете, что с мужем у вас отношения себя изжили и расстаетесь с ним. Не обязательно при этом, что вы уходите к любовнику, нет. Я бы даже сказал, что это вредно. Но именно вы расстаетесь с мужем, потому что понимаете, что, ну, отношения там, как бы уже больше, ну, невозможные, да? Вот. Такая вот история. Сейчас вам нужно определиться с тем, чего вы хотите. Мне кажется, что проявили вы достаточно серьезные настойчивости на сексуальные отношения с коллегой, и все у вас случится. Другой вопрос. Почему вы его динамите? Как вы говорите. Почему вы его игнорируете? Не очень этот момент мне ясен. Не очень мне это понятно, почему вы его игнорируете. Но, тем не менее, я думаю, что с этим можно будет разобраться. При желании с этим можно будет, это можно будет тоже раскрыть. Ну, вот, в принципе, такая ситуация. Для того, чтобы выйти из этой ситуации с позитивом, вам необходимо понять, в первую очередь, чего вы для себя хотите. И, когда вы поймете, чего вы для себя хотите, вы, идя к цели, и придете, собственно говоря, к позитиву. А пока вы не понимаете, чего вы хотите, пока у вас нет перед собой цели, пока вы не понимаете, куда вы идете и для чего, ситуация будет такая вот неопределенная. То есть, знаете, сейчас это выглядит примерно так. Я с мужем, и с мужем у меня вроде все хорошо, но у меня есть общение с коллегой, с которым могут быть даже и сексуальные отношения. И все. И это ни к нему не ведет, никаких выводов вы не делаете, никаких решений вы не принимаете. И из-за этого вы находитесь в таком вот состоянии, как бы неопределенности, как бы подвешенности. И это, вообще-то говоря, нормально. То есть, абсолютно нормально, если вы себя чувствуете так. Я вам даже больше скажу, было бы странно, если бы вы чувствовали себя как-то по-другому. Потому что подвешенное состояние, оно происходит именно из того, что человек не готов брать на себя личную ответственность за то, что он делает, и за то, чего он хочет. Такая вот история. На самом деле, вы абсолютно бравы, говоря о морально-этическом аспекте как совершенно ненужном. Я со мной согласен. Здесь важно тоже выходить и вы, и чего не хватает вам, и как вы воспринимаете своего мужа, какие у вас чувства к мужу, какие чувства к коллеге. Совершенно очевидно, что коллега выступает своего рода, как костыль. Для того, чтобы получить то, что вам не хватает с мужем, по крайней мере. Я сильно понимаю, что коллеги у вас есть сейчас получат. Вот. Но. Вопрос заглядя это в том, хотите ли вы и дальше идти с костелем, или все-таки идти на своих двоих. Вот. Так что с этим нужно разбираться. Принимайте решение, делайте свой выбор, и когда это будет сделано, я полагаю, что на том пути, который вы выберете, вам можно будет помочь, вас можно будет поддержать, вас можно будет даже направить. Ну, потому что основной вектор вектор вы выбрали уже сами. На этом все. Я надеюсь, что помог вам. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен за его оценку в качестве лучшего. Я желаю вам всего самого доброго и удачи. Я желаю вам, конечно, кликм к штуке. Говоря нам меня к вам дерево. Полсечки. Не secretly надо этоодарить через парламзу, так сказать. Горא royal сейчас в м wifi, Around 12 и бей.